Поговорим сейчас об украинском медобразовании. Некогда оно считалось одним из лучших в мире. Стремительно сейчас сдаёт позиции. Дипломы наших медуниверситетов уже перестали признавать в ряде арабских стран. Хотя именно с Ближнего Востока к нам ехали учиться охотнее всего. Да и главврачи отечественных клиник обеспокоены качеством подготовки молодых докторов. Ведь часто дипломы будущие медики получают не за знания, а за деньги. А вот ещё на днях разгорелся спор чиновников. О том, стоит ли снижать проходной бал абитуриентов в мединституты. Не пойдут ли троечники в доктора. Обо всех проблемах украинского медобразования расскажет Елена Митясова. Оценка роли не играет. Из троечников тоже люди бывают. Но готовы ли вы им довериться, если речь идёт о медицине? Многие троечники выходят после школы и становятся специалистами в какой-то своей области. И добиваются многих успехов. Если они не смогли в школе, почему они смогут дальше, выше, как говорится, в высшем заведении? Думаю, что нет. И в такой дискуссии увязли чиновники и политики. В Минздраве даже приказ накануне вступительной кампании издали абитуриентам, набравшим менее 150 баллов по каждому предмету внешнего независимого оценивания, в мед не ногой. Ведь учиться там должны лучшие из лучших. За школьников вступились депутаты. Написали обращение к премьеру и главе Минобразования. Реакция последовала незамедлительно. Зараз ситуация могла бы выглядеть так, что люди склали внешнее независимое оценивание с трех предметов под певную специальность лековальную. В результате они понимают, что они не имеют права даже подавать документы. И поэтому решение по проходному баллу отсрочили на год. Но пока только на словах. Мы имеем такую же информацию, как и вы. Но вы понимаете, что он может быть оттерминован, только если будет соответственный наказ Министерства освяти и науки, который будет аюстованный, так же, как и был аюстованный наказ про минимальных 150 баллов с каждого предмету. И теперь для Михаила ожидание новостей из ведомства – сущая нервотрепка. Ведь на кону его мечта. Парень еще в детстве определился – будет стоматологом. Меня больше, по сути, ничего не интересовало. Тем более я вырос в семье врачей. И когда вводят такой вот закон, такую поправку, которая просто полностью перекрывает все мои планы. А все перипетии Михаила из-за химии до проходных 150 баллов он не добрал 11. Ты троечником выходишь со школы, а врачом ты выйдешь уже с университета. И все зависит от того, как ты будешь учиться в университете. У меня в классе шесть золотых медалистов. И ни один из них не идет на врача. Но в медуниверситетах инициативу Минздрава поддерживают. Хотя и говорят, проблем с абитуриентами и раньше не было. Мол, ленивые после первых семестров обучения отсеиваются сами. Мы вырахуем 7% врачебных студентов и почти 20% иноземцев. То есть мы показываем то, что мы боремся за качество подготовки будущих лекарей. Метод борьбы за будущего врача у каждого вуза свой. Польша, к примеру, в этом году открыла двери для всех отличников из Украины. Медуниверситеты приглашают учиться бесплатно и без дачи экзаменов. Троечникам тоже дают шанс, но за деньги. Стоимость обучения не выше, чем у нас. А по окончании европейский диплом и возможность работать во всех странах. За профессией врача в Украину едут студенты со всего мира. До недавнего времени наше образование считалось одним из самых рейтинговых. Но последние тенденции не в нашу пользу. В этом году от украинских меддипломов отказались 4 арабских страны. Сирия, Ирак, Палестина и Ливан, заявила министр образования науки Лилия Гриневич, недовольны украинским качеством образования и не признают наши дипломы. Правда, позже посольство Ливана это опровергло. То, что отказываются от наших дипломов, то есть фактически отказываются их нострифицировать и принимать, это как раз симптом, что качество образования, качество подготовки врачей настолько низкое, что они просто боятся подпускать выпускников наших с нашими дипломами к своим пациентам. Мария Мабаси из Ирака учится в Киевском меде уже третий год. Говорит, здесь дешево и несложно, вот только решение власти ее страны расстроило. Теперь, чтобы возвратиться домой хирургам, придется извернуться. Поеду сдавать экзамены в Германию, чтобы продолжить там обучение. Буду подавать документы, буду тратить деньги. Это, конечно, хлопотно, но ничего не поделаешь. По такой схеме учатся и студенты из Ирана. Приезжают в Украину, поступают в медвуз, а через несколько лет переводятся в Европу. Уже 10 лет, которые не принимают украинский диплом в Персии, в Иран, я имею в виду. И надо поменять или страну, или возвращаться в Персию. Например, я сам получил приглашение из Германии. И до конца этого лета я уезжаю в Германию и продолжаю учиться там. Украинское медобразование действительно отстало в развитии. В один голос твердят медики-эксперты. Профессия врача обесценилась и без реанимации уже не обойтись. Первое, отбор действительно абитуриентов. Не только по уровню знаний, не только по баллам СНУ, но и по мотивации. Второе, это уже связано с первым, преодолеть коррупцию. Потому что до тех пор, пока врач может получить диплом, не сдав нормально ни один экзамен за свои знания, а сдав только вот таким путем. Естественно, мы не можем гарантировать просто, что любой врач, который получает сейчас диплом, он просто хотя бы безопасен для своих пациентов. Побороть коррупцию в Минздраве решили конкуренция. И госзаказ на специальности отныне будут формировать по количеству абитуриентов. А не как раньше в ручном режиме, когда вузы раздували факультеты. А как показывает практика на абитуриентов медспециальности, дефицита нет. В прошлом году, к примеру, конкурс столичный мед был 4 человека на место на факультет лечебного дела и порядка 500 претендентов на одно место стоматолога. Елена Митясова, Марьяна Бурякова, Евгений Каминский, Даниил Косаковский. Подробности недели, телеканал Интер.